Всем привет, ребят! С вами Настя, и сегодня мы с вами опять пограем в лаваряшки, да. А в сегодняшнем видео я вам просто расскажу о нереальной новости, которая заткнула все новости за сегодняшний день, даже из реала, из реальной жизни, да. Но перед этим давайте зайдем на страничку нашего снеговичка, да, и здесь вы его помните, он такой вот мяшечка, снеговичок, очень-очень классненький. На мой взгляд он просто ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми, да, я предлагаю дать ему некоторые предметики, потому что он просто суперняша, да. Давайте дадим в тюрный рынок, в тюрный рынок. Давайте дадим ему ласку, потому что почему бы нет. А, мы даже, а, нам нужно начать с его страницы, если такая фигня у нас происходит, нам нужно давать ему предметы с его страниц, так тоже в принципе можно. Так вот, ласка Филотес, да, кстати, Филотес, по-моему, правильно Филотес. И, кстати, очень много таких споров, как правильно считается, например, луч Гелиоса или луч Гелиоса, или там, Плутоса или Плутоса и так далее. Ну, по-моему, все-таки правильно, луч Гелиоса, потому что как бы Гелиос, это типа Солнце, ну, насколько я помню, ты бог Солнца. Вот, давайте теперь дадим богатство Креза. Креза, Креза. И, кстати, напишите в комментарии, верите ли вы в, так сказать, миф о том, что... Так, все. Все, да, о том, что если назвать лошадь Крез-младший, то он превратится в Креза. И да, кстати, насколько вы помните, что вчера, когда я там снимала видео о навыке, у него были просто огромнейшие, то есть очень большие, там, что-то почти 8 тысяч или как-то так. То есть сейчас они у него малюсенькие, потому что сейчас 24 градуса, и его навыки зависят полностью от температуры в игре. И вот, кстати, если вам интересно, то вот, как бы выиграл в моем конкурсе игрок Света Воводи, и вот я как бы подрелась выкатываюсь, все честно, да. И вот лошадка Golden тоже вот этому игроку. Чудесно, ну, если, кстати, да, если ты смотришь это видео, значит, то я прям глубоко надеюсь, то напиши, пожалуйста, в комментах или мне в личку, как правильно читается тканик, потому что это вела меня просто в дикое заблуждение, и мне после этого стало как-то очень неловко. И да, ты выиграла этого чудесного коня, надеюсь, он тебе нравится, ну, по-моему, он не должен нравиться всем, потому что он просто няш-мяш, да, и надеюсь, что тебе он нравится. И ты, извиняюсь, что так резко прискочил, но просто я нашла клевого коня с философским камнем, он, кстати, 19-го года, я не возьму, заграничную из Гелиоса, это кобыла Пегас, и давайте купим, потому что, по-моему, она няшка, и тем более у меня появилось здесь средство, да. Давайте пока поместим ее в конезавод, в мой небесная конюшня, и я, наверное, ей так и оставлю, но единственное, что давайте ей изменим из Гелиоса, потому что, по-моему, тот из Гелиоса, он, конечно, классный, но какой-то очень уж простоватый, а мне как бы нравятся такие, ну, знаете, какие мне нравятся такие нестандартные, которые наверняка, может быть, у которых мало использований, ну, я не знаю, мне как-то не привлекает. Давайте зайдем-ка лучше сейчас в мои любимые работы, да, в мои любимые работы, да, давайте я поставлю пока что на паузу, пока я буду, так сказать, в поиске, и как только я выберу, я вам сразу же скажу, я, наверное, выберу вот этот Гелиоса, потому что у меня он как-то привлекает довольно-таки сильный, давайте, наверное, его вот в эту сторону, ну, наверное, все-таки оставим вот так вот, и давайте-ка изменим этой красавицы имечкой, наверное, его так и оставлю, да, давайте я тоже поставлю на паузу, потому что, наверное, ей это мало кому интересно. Ну, вот, и как бы, собственно, я изменила имя, теперь оно выглядит вот так, и, кстати, я почему-то сейчас вспомнила, что у Сабины недавно стукнуло 1К подписчиков, и я тебя поздравляю просто очень сильно, потому что это такая, наверное, особая стадия, то есть ты как бы переходишь из одной стадии в другую, развитие, да, и, по-моему, это очень важно, и, да, я тебя поздравляю, надеюсь, что ты рада моему скромненькому подарочку. А теперь, как вы можете заметить, я выкупила некоторых лошадей, которые мне подарили просто офигенные игроки, а первую лошадку мне подарила, подарил игрок мистер-единорожка, это вот такой вот тяжеловозик мальчик, он, к сожалению, чистокровный, но зато у него очень редкая масть 1%, и он поможет мне в разведении рожечек. Да, и следующий подарочек мне подарила крылатая кобылица, это тоже першрончик, ну, или вера, как хотите, да, он уже чистокровный на этот раз, и он серый в яблоках, у него довольно-таки хорошее ГП, так что спасибо тебе большое, прям спускаешь меня. И следующую офигеннейшую лошадку мне подарила Наташа, или Скайлис, сейчас она сформировала имя, оно, кстати, очень клевое, мне оно очень нравится. Это такая вот дяшечка с Лирой Аполлона, я назвала ее Кремко, если, просто я не знаю, насколько люди крутые есть, потому что им как бы не жалко, они дарят и дарят, и тем более, вы все знаете, что мне просто без ума нравится окраса игрока Б.В. Клавли, я готова за них душу продать, да, так что, и этот окрас мой один из самых, так сказать, любимых, и она это заметила, то есть Наташа ей подарила мне, так что огромное тебе за это спасибо. И следующую лошадку мне дарит игрок, вот этот вот игрок чудесный, да, выиграл, кстати, в лотерейке, надеюсь, ты супер рады. А это Мустанг из Абдвамасти, похож на Спирита, просто с чудесным ГП, вам, наверное, даже покажу, вот с таким вот, его зовут Шакалов, прям такой, ммм, тигр. Что со мной происходит, господи, люди, что со мной не так? А теперь у меня к вам вопрос, и вы должны на меня ответить на него. Вам когда-нибудь дарили божественную лошадь, друзья мои? А мне дарили, и мне подарила божественную лошадь, да, божественную, господи, на самом деле, я просто даже не могу сейчас нормально говорить, потому что, как только я зашла на зарезавированные продажи, я просто сидела, не знаю, полчаса, и тупо не втупляла, я вот полчаса смотрела на экран с открытыми широко глазами и упавшей на пол челюстью, и просто, не знаю, существовала в другом мире, потому что это просто настолько нереально, вот реально, когда вам в последний раз дарили божественную лошадь? Мне сегодня подарили божественную лошадь, и это даже не просто божественная лошадь, она просто замечательная, потому что из всех фалабел мне нравится именно розовая, ой, господи, вы даже не представляете, насколько я была рада, я просто, я даже не знаю, я даже не знаю, какую благодарность выразить игроку, который мне её подарил, я даже не представляю, потому что это, как бы, да, её подарила мне Наташа, и, блин, просто бро, вот серьёзно, просто вот, брат, да. Спасибо тебе огромное, на самом деле, я вообще никогда такого не ожидала, и у тебя очень няшная презентация, да, и снимай видео почаще, Наташа, я тебя жду, честно, все ждут. Кстати, да, Наташа тоже снимает видео, её вот прошлый ник на только 1, 2, 3, она изменила ник, как я уже говорила, если вам интересно посмотреть её офигеннейшее видео, то ссылка на её канал будет внизу, она будет рада новым зрителям. Ой, на самом деле, это просто, 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 я уже оговариваюсь, понимаете, насколько это круто, я оговариваюсь только, когда у меня реально очень что-то крутое в жизни происходит, да. И, блин, вот, честно, спасибо тебе большое, Наташа, потому что ты, так сказать, вытянул меня из депрессии, у меня ещё не какой-то был день такой, очень грустный, такой рутинный, полный был всяких дьютиз, и вообще мне как-то было офиговано, как только я зашла в ловли, в зб, и просто хлопок, и жизнь стала для меня другой. И как будто бы родилась новым человеком, надеюсь, вам не скучно слушать мой бред, надеюсь, у вас не болят от этого уши. Так что, блин, честно, вот просто огромное человеческое тебе спасибо, вот, не знаю, побольше бы таких людей добрых, да. А, ещё, ребята, да, на, значит, в группе у моей подруги, у Леры, у Леры Лис, много у нас Лисов, однако, да. Или под ником Крылатой Кобылицы, у неё в группе проводится конкурс на рожку, на посох плотовитости, на набор Посейдона. Если вам интересно, ссылку я оставлю внизу, ей будет очень приятно, потому что, как бы, конкурсы висят, а участников нет, а участники нужны. Как бы, да. И на самом деле это, как бы, всё, о чём я хотела бы вам поведать. Кстати, да, ребят, большая просьба, если вы хотите со мной пообщаться, то не надо мне писать «Привет, как дела?», просто сразу сняйте свою мысль. Я, как бы, не кусаюсь и всегда рада всем помочь. А на этом всё, и опять же, ещё раз спасибо тебе просто огромное, Наташа, ты просто вот мой брат кровный. И с вами была Настя Лиш, ссылки будут в описании. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok